Здравствуйте, Сережа. Как у тебя было? Все хорошо. Нормально? Здравствуйте, гостиничка. Привет. Можешь выздоравливать? Восьмилетний Сережа часто кашляет. После пожара он получил ожог горла и сейчас проходит лечение в больнице. После роковой ночи мальчик впервые встречается с теми, благодаря кому удалось избежать трагедии. Ну и когда приехал уже, квартира была взломана, дверь вынесена, сын уже был на первом этаже у соседа. Сотрудникам полиции огромное спасибо, что так быстро отреагировали. Еще раз повторюсь, во век благодарен им. В ночь, когда случился пожар, Иван Гриценко и Косым Мухаев патрулировали улицы Волжского района. Увидев возгорание на балконе, полицейские сообщили о ЧП в экстренной службе. Но терять время было нельзя. Сотрудники полиции бросились в горящий дом. Подъезд был открыт и забежали на третий этаж. Стали сразу эвакуировать людей из ближайших квартир. Непосредственно постучали в 20-ю квартиру, где потом выяснилось, что было возгорание. Никто не открывал. С 19-й квартиры пытались своими силами потушить пожар. Зайти в охваченную дымом квартиру сотрудники не могли. Она была заперта снаружи. Когда услышали шум и крики о помощи, приняли решение – дверь надо взламывать. При помощи подручных средств им удалось отогнуть металлическую конструкцию и зайти внутрь. К этому моменту огонь уже охватил стены и пол балкона. Едкий дым распространился по всей квартире. Испуганный мальчик пытался спрятаться. Когда дверь уже была открыта, ребенок находился вот на этом месте. Но ребенок был полностью в дыму и побежал в эту сторону, в комнату. Здесь вот я его за руку просто поймал, ребенка, и вытащил, и передал его соседям, гражданам. Благодаря действиям полицейских никто из жителей дома не пострадал. До приезда экстренных служб им удалось локализовать очаг возгорания, тем самым не дав огню перекинуться на соседние квартиры. Руководством главка принято решение о награждении сотрудников за геройский поступок. Но самую главную награду, говорят сотрудники, они уже получили. Это спасибо от ребенка, жизнь которого они спасли. Эллада Абжалимова, Евгения Лукьянова, Андрей Багаев. Вести, дежурная часть, Саратов.